Эвакуационные поезда стали спасением от войны, но в то же время они везут в неизвестность. Люди переживают, что будет дальше. Жителям прифронтовых населенных пунктов Донецкой области волонтеры помогают добраться в Покровск, на вокзал. В основном беженцы – это женщины с детьми. Эльвира Пахомова садится в эвакуационный поезд с двумя детьми. Говорит, держались с супругом до последнего. Особенно в последнее время страдают жилые дома, люди, детки гибнут. И как бы ситуация нестабильная, никто не знает, что будет и куда прилететь. Ситуация ухудшается. С каждым днем, рассказывает женщина, и выехать из родного города – единственно правильное решение. Буквально там рядом от нас, недалеко, где мы проживаем, недавно пострадал дом, погибли люди. Какие-то люди пострадали и попали в тяжелом состоянии в больницу, поэтому я не могу подвергать детей опасности. И мы с мужем решили, что лучше стоит опять нам уехать. Отправляясь на этом поезде в ТЭЛ, женщина затем планирует продолжить свой путь за границу – в Словакию. Никто же мне по телевидению не скажет, что будет завтра и когда будет прилет. И в связи с данными последними, то, что мы видим конкретно, по факту, то ничего хорошего нет. Ракеты летят из суда, долетают все дальше, дальше разрушают, убивают, ломают судьбы, теряют люди близких, теряют жилье. Среди пассажиров поезда и Анна из Мирнограда решила выехать с сыном в Днепр. Просто решили, что детей нужно безопасно, безопасное место взвести. Наталье приходится покидать свой дом уже во второй раз. Впервые оккупационная армия разрушила их жилье еще в 2014-м. Но тогда фронт отодвинули, и семья смогла наладить жизнь. И вот спустя 9 лет россияне снова вынудили женщину бежать из родного поселка. И мы решили уехать. Не хочется, я его руки меру, потому что нету, 14-го дома разбомбленного. Ваш? Да, 30-й категории. На Семеновке. И мы решили быть на Украине. У нас на Семеновке постоянно шумно. Летают мимо нас все. Хорошо. Шумно. Такие эвакуационные поезда уже спасли жизни сотням тысяч людей. Здесь можно часто услышать жизненные истории, таящие боль и трагедии. Они разные. Но причина у всех одна. Российская армия начала оккупировать украинские территории, разрушать города и безжалостно сбрасывать бомбы на мирное население. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова